Пару слов про турнир. Как ощущения? И ты уже чувствуешь себя в этом мире ММА? Очень прекрасный турнир. Хотел бы поблагодарить, конечно, организаторам этого мероприятия. С такого турнира и все начинается. Надеемся, что именно из этого турнира в будущем выйдут большие звезды. Но в мире ММА вы меня увидите или нет? Пока что чуть время мне нужно и время покажет. Пока на этот вопрос не хочу отвечать. Так скажу. Ощущения? А если ты себя комфортно чувствуешь в этом мире? Я еще не вышел и профессионально не выступал только там в зале. И это совсем разное. Поэтому если бы я планировал в общем переходить, мне обязательно надо начинать с любителей и так далее. Время надо. И пока посмотрю, присматриваюсь. С тренером тоже обсуждаю. В ближайшее время я буду принимать решения. Готовы ли вы дать любительский бой за Урбеку Седакова? Урбек Седакова – это олимпийский чемпион и мировой лидер. Ты понимаешь, ему выучить, как ударить или грэпплинг – это вообще не вопрос. Потому что там в борьбе каждый человек точит одно и то же годами. Понимаешь? С детства. Я как тренер по борьбе 15 лет в борьбе положил. Я знаю, что борцы могут все выучить при желании. А что говорят трипл Си, например? Там еще ребята и бумажники. Сколько нужно времени? Может, по их опыту? Ну, люди могут разное говорить. Человек должен по себе сидеть, как он сам чувствует и как он уверен в себе. Допустим, там Сихуда говорил три года. И хотел бы, конечно, поблагодарить их. Они меня очень тепло встретили. Сихуда, Джордан Бороуз, также Али Афтель Азиза. Он тоже очень тепло встретил и хотел бы всех поблагодарить. В общем, там понравилось. Поездил, посмотрел. В общем, вот так все. Однако, именно начинающая лига для ребят, которые хотят дебютировать, очень прекрасный турнир, я считаю. Я, Аня, слышал, что ACA, ну, об этом Асланбек Бадаев сказал, что мы обязательно предложим, ну, как ведущая лига российская, выступить у нас за Рубейку Сидаку. В этот момент, я понимаю, начинающая лига, но мотивация, вот эти эмоции встроиться в эту гонку, скажем так, мы понимаем, что у Зурбека, скорее всего, мысли там UFC, там, ну, крупные, крупные лиги, но была вот эта мысль в голове, а почему не мы? Нет, Игорь, такой мысли не было, потому что, ты понимаешь, изначально есть у человека намерение. Мое намерение не было связано с гонкой. И, как ты увидел, все бойцы, мы не искали нолики или 10-0. Понимаешь, это ребята, которые ведут образ здоровых, и это не те комнатные герои, которые просто сидят, печатают или разговаривают. Они по две тренировки в день, мы должны давать им шанс, и мы должны развивать спорт в нашей стране, потому что у нас великая страна. И именно вот эти ребята выезжают в Европу, за рубеж, по всему миру и показывают, что сердце одно, а дух разный. Понимаешь? Вот еще по поводу ММА, по поводу твоей ударки. Чувствуешь ли себя комфортно вот в этом аспекте и кайфуешь ли, так скажем, от ударки? Да, как бы удовольствие получаю, потому что позовать что-то новое всегда интересно. Интересно тренироваться по ММА, интересно общаться, тренироваться с ребятами, которые давно уже там были, также с Гейджи общались с моим другом. Он так близко приблизился, что могу его назвать братом, это Мухаммад Наима, очень такой искренний парень. Что касается AC, мне Асландрек тоже предлагал, и предлагал бой с Кадимом Гомедовым, с Кадиком. И я могу сказать, что с этим человеком меня может разделить только ковер. Так что и насчет ММА, в общем, я не объявлял, что я перехожу все. Я только говорил, что есть мысли о переходе. Сейчас пока думаем и заветуемся с тренерами, с личными. И дальше буду принимать решения, потому что, с одной стороны, я очень много сил отдал в борьбе. И вы знаете, когда 18 лет вы занимаетесь одним и тем же видом спорта, тяжело переходить и оставлять. Тем более оставлять людей, которые меня сделали, которые меня сделали таким, какой я есть на сегодняшний день. Я на сегодняшний день английский чемпионат мира, и оставлять вот этих людей, я имею в виду тренеров, очень тяжело. И пока что у меня очень тяжелый выбор, и в ближайшее время буду принимать точное решение. А какой срок себе даешь документ? Срок пока не знаю, я полтора месяца. Были какие-то сложности со здоровьем, проблемы чуть-чуть. Сейчас буквально там на ближайшие дни начнем тренироваться, и будем дальше смотреть. В ближайшее время вы все узнаете. Но, Бек, это чисто-чисто вопрос ради юмора. А сумасшедшие предложения приведают какие-то? Ну, я не знаю, будем-то разным правилом выступить, там, в Японии выступить, я не знаю. Особо я... Ну, возможно, пишут, но... Я стараюсь так не отвлекаться, не смотреть что-то ненужное. Конечно, были много предложений. Но... Посмотрим, время покажет. Что и как. Время покажет, и мы покажем, как говорится. На чемпионате мира в 79 не планируешь выступить, который будет в конце октября? Вот, Шабароуз, например, тот же и заявил желание. Чемпионам в России в этом весе уже есть. Чемпионам в России в этом весе уже есть. Так что, не знаю, я даже на России как бы не выступал, но... Посмотрим, как финанский штаб скажет. Так и будем поступать. Неужели мы больше не увидим Седакова на ковре? Увидите. А все будет хорошо, не переживайте. А с какими эмоциями наблюдал за схватками на Олимпиаде в Париже? Ну, с... Не совсем весело было, конечно. Но болел за ребят, за наших регионеров. Жаль, что все в Сирии они встретились сразу между собой. И вот это самое неприятное было, то, что они сразу между собой встретились. А так, в общем, есть там победители, и хочу их всех поздравить. Как тебе схватка Розамбека и Чермена в Олимпиаде? Эту схватку уже прокомментировали, так что мои комментарии, да, уже я надеюсь. А ты как думаешь, специально ли вот их по сеткам развели всех? Ну, точнее, всех россиян в одну категорию сетку закинули, нижнюю часть? Или это случайно? Я даже не знаю, как там Жередевка проходит. Ну, очень многие удивились, что, возможно, специально, возможно, случайно, не хочу обманывать. И я даже не знаю, как это работает. Как тебе стиль ведения борьбы в исполнении Ахмеда Ташудзинова? Ну, Ахмеду Ахмеду я увидел, что была травма, и тем более на Олимпиаде всегда есть давление. И когда ты действующий чемпион мира, на тебя по-другому выходят. А у него было большое давление, ответственность, и поэтому это видно было. Он тяжело боролся, но собрался. В итоге он чемпион, он победитель, и больше, я думаю, ничем. Вот ты рассказывал, что тебе предлагали сменить спортивное гражданство. А вот когда смотрел Олимпиаду, не возникали мысли? Или надо было все-таки согласиться и уступить на этой Олимпиаде? Промокационный вопрос. Но разные мысли бывают. Потому что человек засыпает и просыпается с одними мыслями, как в Олимпиаде выступить. И поэтому, когда объявили 14-й, допустили, этот человек раскрылся, подочаровался. Очень разных мыслей было. Вы знаете, вторую Олимпиаду как-то человек еще больше хочет выигрывать. Потому что олимпийских чемпионов уже достаточно много. И пока что в мыслях цели я ставил на вторую золотую медаль. А там бы, как Бог расположил, вот так бы и было. Но в мыслях была только думала вторая медаль. Вот по поводу Джастина Гейджи, ты упомянул его. А какого было бороться с ним? Ты ему показала, как я понимаю, осенцинские авиалинии. В целом, ты боец топовый. Почувствовал высочайший уровень, так скажем? Ну, знаете, там с бойцами, тем более в Америке, там больше они на акцентную ударку делают. И бороться там легче. Это здесь, на Кавказе, у нас все умеют бороться. И здесь в октагон заходишь и там со всеми рубишься, даже в борьбе. Там вольная борьба и борьба в октагоне, в ММА, это совсем разные вещи. Так что у нас была тогда вольная борьба. Мы боролись, и я тогда делал все, что хотел. Много советов было тебе перед, возможно, переходом в ММА. И Марат Балаев, не банальный такой совет дал, пропустить по печени. Как ты воспринял вот этот совет? Я все прекрасно воспринял. Он как-никак уже прошел через это. Не послушать его это преступление. Я все услышал, он все по праву сказал. Я с ними переписывался, советы давал. И по печени пропустил, и задушить успел. Все успел. Все нормально. И там у меня все нормально. Себя хорошо чувствую. Сейчас просто мне чуть-чуть надо время. И посмотрите. Все служится. Все увидите. Спасибо. Спасибо большое.